добрый день смотрите чем мы занимаемся видите у нас вот эта тюль которую я сняла вот она порвана хотя на самом деле я ее покупала в прошлом году от вас ее сейчас отрезает вот уже одну отрезал я ее подошью проглажу конечно вот здесь вот натяну и она у нас будет вот здесь вот на окне на этом а вот то что там вася сейчас отрезает мою на печку тоже подошли в такую ставлю ленту надо бы только найти и на печку мы сделаем небольшую не хочу длинную чтобы не задевала обувь мы там постоянно сушим ну вася мне помогает он кот тише теперь не могу когда лазать по столу ну-ка слезь я тебе зараза сейчас я пока ничего не готовлю у меня на ужин будет пюре и купил мне вася вот такую горбушу большую сегодня четверг будем готовить рыбу сейчас у нас есть если дети придут гречка котлеты даже капуста еще есть и пока мне вот готовить не надо я сижу сижу шью вася на штаны уже прошила помните мод в то декор до авто декор заказывали вот такую толстовку очень хорошую единственное видите вася я футболки заказываю 56 58 они ему хорошо заказала толстовку 56 размер она ему огромная ну и общем я выпарываю сейчас одну рук один рукав я уже выбрала вот так вот потом я его сюда вставлю и прошью примерно по полтора сантиметра с каждой стороны нитки все тоже вот уже все убрала и вот с этой стороны тоже сейчас распарю уберу и будет у него нормально она конечно немножко будет ему свободного то но по крайней мере плечо на место встанет и рука встанет ему на место я вообще конечно не шире вообще не швея шить я не умею так вот по наитию что-нибудь может быть получится поэтому сижу шью пока у меня есть время обычно я с утра конечно всегда готовлю на сегодня мне готовить не надо и хотела я немножко поговорить например о том что у нас носки постоянно гнобят из-за того что она вот обижает дарин я черри там ответила вы поймите что настя на самом деле она ничем не обязана дарине дарина это наш ребенок с вася это мы обязаны его любить заботиться и и все остальное настя ничем ни одному из наших детей ничем не обязаны вот нет она обвиняют что вы обязаны их научить любить друг друга естественно об этом даже разговора быть не может но опять же вот взять нашу большую семью у нас там девять детей вова и сережа у нас уже умерли знаете у нас половина братьев и стер между собой не общаются уже много лет вот и с васиной стороны сестры братья тоже очень часто ссорятся некоторые с друг другом не общаются тоже много лет хотя они родные по крови от мы вот родные по крови все от одного матери от одной одного отца и у вас и так же сам вы думаете мать не учила их или моя мама ну конечно никто не сидел не говорил ну естественно мы в детстве дрались она там но мам там говорил да перестаньте вы чё вы же брат и сестра вы там должны любить друг друга все такое все матери такое говорят все ну а наши я тоже говорю но опять же настя ничем ни одному моему ребенку нашему с васи ребенку ничем не обязана также сама как настя родит сейчас своего ребенка мои дети ничем ей не будут обязаны они не обязаны будут там ходить нянчиться там прогуливаться там или еще что-то совершенно нет они рожают для себя я не понимаю зачем постоянно постоянно писать о том что настя у нас такая-сякая гнобит эту бедную дарину почему бедно это я не пойму почему вы из дарины постоянно делаете какую-то несчастную бедную овечку она совершенно не такая вот ладно я не буду далеко об этом распространяться единственное скажу что нам с вася повезло мы далеко жили от наших родных мы со всеми поддерживаем прекрасные отношения чем дальше тем роднее до что вася жил далеко от своих мы в прекрасных отношениях со всеми что я жила далеко от своих я со всеми в прекрасных отношениях ну мы сейчас рядом не живем в гости так они к нам заезжают и это на там где они живут например вот в деревне у нас или на хуторе вот у васи у них стычки бывают постоянно обиды друг на друга я говорю что у моих некоторые уже много лет да поэтому поэтому обвинять настю в том что она такая сякая такая плохая по отношению к дарине и что совсем не так дариночка сразу побежала что это вы не любите мою гречку не хотят гречку есть в общем смотрите папочка вон туда маленечко отодвинься вытащи руки это толстовка васина еще надо немножко я вот все распорола в так вот все дни мне я там так прикинула так вот видите надо еще значит я вот убрала где-то по два сантиметра значит надо еще по одному сантиметру убрать и тогда будет нормально сейчас даже сейчас длинновато все примерно сантиметрик и стоя с той стороны и будет тогда хорошо девчонки уже пришли со школы алиночка на раз слазила достала у нас морковь закончила свекла дарина хочу что-нибудь приготовить я говорю ну это она сама предложила винегрет она любит винегрет алиночка достала морковь свеклу воли дарим сока поел и домой пришла ну а ты вообще сегодня по второму уроку третьему даже пошла выспалась да утром слышала как мы собирались а мы вроде тихо собирались все равно равно слышно было так ладонько пойду шить дак 5 винегрет будешь готовить морковку свеклу картошку ставь варить тогда в конечном итоге вот так вот я буду отрезать смотрите сколько это со стороны полочки а вот это вот со стороны рукава везде по 5 сантиметров мне пришлось убрать вася померил все хорошо у него даже бока немножко тоже ну не буду убирать чтобы например дрова будет колоть и будет нормально ну вот так вот все боялась боялась глаза боятся руки делают хотела отдать швее сшить ну смотрю что сама справлюсь сейчас вот дошью черной ниткой а потом белой прошью постираю и мы уже повесим нет единственно сюда надо будет ленту купить ленту надо будет так что повесить сегодня мы не сможем всем привет аленушка гости пришла как себе за маленько да нормально все в общем уговаривают алину поучаствовать в мисс тюхте то та ни в какую онлайн онлайн ни в какую не соглашается но зато женя саша согласились стихи выучить ко дню матери да доченьки посолена поищет согласует с девчонками нашими что и как десенки уже отдых нет никак еще ей 8 не исполнится так дариночка сварила уже все на на салат и он поставили на улицу остыжать санечка доченька очки одену вам дети у нас уже пообедали огурцы открыли настя закручивала молодец прям но знаете я уже много раз говорила я мы закручиваем в духовке очень удобно холодной водой залил которые уже маринад соль сахар поставил не банки стерилизовать ничего не надо и вкусный да вот девчонки открыли уже почти все съели что случилось папа звонит что-то по позвонит в общем он свои желающие а ну я говорю талина отказывается онлайн участвовать не она сказал я не публичный человек а дарина не подходит маленький возраст дарина так хотела нет 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 тихонько тихонько там по моему не знаю со скольки ну готовить надо папа зато мы поехала потом пойдем на массаж пойдет на лена балует вас мало у нас конфет еще и мама привезла нет банка дочь а даринчик делает винегрет сейчас я сделаю капусту суду когда ремнил кореш папочка пришел к массаже это выше будет как толчонка я не хочу чтобы иди по мою ручку вот сейчас мы быстренько ну не надо чтобы толчонка было нет туда не надо и руки мой ладненько будем готовить дома там то около машинки не играй пожалуйста я тут шью вася мне купил напал на меня укусился укусила шуя наверно вот одну уже сшили там и вот эту сейчас будет пришивать ну сейчас начало так донечка сторон вот пошел в общем подскажите мои дорогие зрители то на дело не доел я себе поставил думать доем алина такая что-то моел ягу а я тогда доем чудо любви за ребенком да она чистенько ничего она не баловалась попала вот смотрите какой замечательный наивкуснейший винегрет сделала дариночка молодец доченька она вообще любит винегрет да дочь и поэтому сделала такой вкусный ты куда папку пошел ты пойдешь папе помогать ладненько белье вытащу пойду спасибо дариночка не греет еще знаете что она хотела сделать папка забыл купить оладушки напала на дарину готов к она я хочу сделать оладушки знаете которые с это как настя делает колбаса и сыр короче у нас не сыр и колбасы нет папка забыл купить еще и круглый просил долина купить поесть хотела забыл папа ну ладно завтра приготовить ну забыл ну конечно завтра уже теперь уж ждет не дождется папа задаю да у нас как всегда рыбу готовит папа потому что папа мастер по рыбе да мастер по рыбе он у нас я поняла начала понимать время смотри вот сейчас 8 маленькая стрелочка например на 8 до а большая на время ну без 8 минут 8 8 еще нет посмотрим нет когда 8 половина смотри маленькая стрелочка на 8 а большая стрелочка на 12 тогда это 8 ровно 8 до я так поняла начала понимать время 10 часов это когда маленькая на 10 а большая на 12 скоро будем время изучать вы еще не изучали ну я начала немножечко мы с дариночка фильм смотрим сидим санечка она не учит она просто онлайн игры играет ты с волосами кричат где такие волосы я думаю ну блин заснять надо волосы решили зайти чем им проходили от нас рыбой пахнет да вкусно папа рыбку готовит он сначала ее обжарил потом лук обжарил морковь и добавил сметану а дариночка помогает рынку посуду после папы мыть дома встань где мы завтра на работу послезавтра я с тебе говорила тогда вчера он должен был на работу а я детям уже на завтра рассказала что они поют тебе а за что я их ругала и забыла точно я вспомнила за что я на них ругался не успела они решили мацион сделать так женщина спиночку ровненько до ешьте салат папа рыбку приготовил ладно доченька давайте говорите им пока алиночка говорит поняли на к трем часам ой третьему уроку ходила на завтра сейчас а завтра сколько предметов 6 ударе на сегодня три было завтра говорит все 5 я даже русский сделала на вторник домашку которые задавали на следующем деле сделал ой ну круто давай ты будешь готовить выходные а я отдыхать я ходу жучу нибудь пряжу схожу себе куплю а то у меня полдня уходит на готовку хочу готовить суп приготовил макаровку ешьте дворе зато я сегодня сколько пошила я вот с утра не готовила папа готовил ну по сегодня яйца пожарил до алина сегодня спала так вкусно пахло что же проснулась но для вася с утра такой я группа приготовьте яичницу приготовил все уже выпила чай так быстро я не просто поел и все это что такое алиса тонко притаскивала на это наверно женька с тобой на выходные так я на выходные к насте ночевать окнасти приду тогда все валите поедешь с нами ага тут пикита господи и господи что внизу живете правда что надо заняться но это надо сидеть и заниматься всего лишь час всего лишь час ну ага я думала весь день ну есть прям вот такие вот со всякими побрякушками я вообще не так вязала я просто кругляшками а тут видишь и так намотает так намотает так намотай ну как умеешь так и наклеивали из простых шерстяных ниток кругляшка этим узелками делали один ряд 2 узелка второй ряд 2 узелка я хочу знать себе какой черный черный желтый ну а потом на выходе с тобой разберем в карте свободный будет придешь ладненько всем пока ладненько всем пока